Беседка На радио Комсомольская правда Все это делается Понятно, что мы слышали Для того, чтобы продать или купить квартиру Хорошо бы найти, например, риэлтора И мы почему-то считаем Что именно этот человек Может от начала и до конца Помогать и решить нам все вопросы И помогать нам в этом процессе Покупки или продажи квартиры На 100% Однако, как подсказывает мне лично практика Это далеко не так И об этом мы сейчас и поговорим Меня зовут Кирилл Манжул И в нашей студии Президент Нотариальной Палаты Петербурга Мария Терехова Мария Викторовна Здравствуйте Здравствуйте, Кирилл А поговорим мы о том, что многие из тех Кто собирается купить или продать квартиру И делает это не так часто В силу, например, то, что он не может себе этого позволить Путают нотариуса и риэлтора Вообще Есть какая-то Что-то общее между ними, так скажем Не разница, а все-таки что-то общее Это люди Как минимум Ну, во-первых, что я хочу сказать Нотариус – это лицо, которое от имени государства Защищает права людей И юридических лиц Риэлтор, к сожалению, пока так и нет Закона риэлторской деятельности Поэтому официального понятия риэлтор Не существует Это сложившееся в практике Такое словосочетание Такое понимание, что вот есть риэлторская деятельность И она состоит из того-то, из того-то, из того-то Но строго законодательно Это первое отличие риэлтора и нотариуса Нотариус действует строго На основании основ законодательства о нотариате Деятельность нотариуса строго регламентирована С законодательством С законодательством Шаг лево, шаг вправо, как говорится У риэлторов нет законодательной основы Для своей деятельности Это первое глобальное различие Дальше Мы, наверное, слышим слова риэлтор И слышим слово агент Слово маклер В прежние времена это было маклер Маклер, все с этого начиналось Это преследовалось Это было не вполне законно Это было подпольно Вспоминаем фильм Советский Союз Да, Басов, прекрасный Басов Кофточка, планочка Вот это все замечательно сыграло Там были обмены Там были обмены, да Сейчас, ну давайте так Подразделим немножечко Агент и риэлтор Риэлтор, я хочу сказать про Санкт-Петербург Риэлторское сообщество Санкт-Петербурга На мой взгляд, профессиональное Именно риэлторы Это люди, которые стремятся заниматься Этой деятельностью профессионально Не преследуют своей целью Как-то обмануть людей Которые к ним обращаются Как-то ввести их в ненужные траты Или в последующие судебные разбирательства Это вот то самое Ну так Условно Почти профессиональное сообщество Почему говорю почти? Потому что нет закона Был бы закон О риэлторской деятельности Мы бы смело говорили Профессиональное сообщество А он нужен? Как вам кажется? Я думаю, да Конечно, нужно Обязательно регулировать эту сферу Почему? Потому что есть агенты Мы их еще иногда называем агенты Потому что люди вчера торговали Ну не знаю, чем-то Картошкой или Электроникой, машинами Чем угодно Да А сегодня они пришли торговать квартирами в Санкт-Петербург Мы в Санкт-Петербурге Будем говорить про наш город И вот это, конечно, страшное дело Потому что люди не знают ничего Они не являются юристами Риэлторы тоже юристами в массе своей Не являются Они не знают нюансов Сделок с недвижимостью Они их знают на таком Знаете, на интуитивном каком-то уровне На опыте То, что они видели Прежде всего на опыте Прежде всего Они приходят в нотариальную контору Они что-то слышат Они, ну, как-то стараются впитать эти знания Но не будучи юристом Ты не всегда можешь правильно интерпретировать то, что ты видишь А агенты, как я уже сказала Это вообще страшная история Их очень много Это люди, которые учиться не хотят Считают, что им это не надо Они так умные И их задача, по большому счету Объегорить людей Денег срубить по-быстрому Конечно То есть Ни у риэлторов Ни у агентов Нет никакой ответственности Закона нет Потому что И если, не дай бог Со сделкой что-то не так Которую они Это называется Сопровождают Ну, то есть Мы вам помогаем Если что-то не так Они в суде не будут Отстаивать свою сделку Мария Викторовна А как тогда Отличить От них от других Ну вот тебе нужно купить Или продать квартиру Ну, во-первых Сейчас очень много Агрегаторов Не будем называть их имена Заниматься рекламой Которые в доступном Абсолютном режиме В приложениях Выполняют эти функции В прежние времена Были бюллетени недвижимости И люди, которые Ну, в силу разных причин Не хотели тратить деньги Никому не доверяли Они точно так же Как и риэлторы Брали эти бюллетени недвижимости Находили те варианты Недвижимости Которые заявил их Клиент Да, тратили на это Безусловно время Затем созванивались С собственниками Договаривались о показе И привозили Своего замечательного покупателя Да, если мы говорим О покупке Сейчас это все упростилось Есть агрегаторы Ну, то есть те Без названий, наверное, Не очень понятно Мы понимаем Мы понимаем Некие специальные программы Совершенно верно Которые выставляют Фото И характеристики квартиры Которые мы можем На первоначальном этапе Там поискать Сами Мы можем задать Критерии поиска Что мы хотим Центральный ли район Выборский ли район Метро близко, далеко Трехкомнатный Вот все-все-все Условия масса Выборка там большая То есть для начала Можем пойти вот таким путем Если нам некогда Этим заниматься Как правило Ну, так происходит Почему к риэлтору обращаются Потому что, ну, правда Время дорого И некогда нам этим заниматься Ну, наверное, самый такой Правильный совет Это интернет Поискать информацию По знакомым Поспрашивать Ну, телефонное правое Прежде всего Сарафанное радио Сарафанное радио Да, совершенно верно Никто не отменял Наверное, так А каковы вообще функции При оформлении сделок С недвижимостью У нотариуса И у риэлтора И есть ли вообще у риэлтора Какие-то функции В этой ситуации Ну, опять говорим о том Что закона нет Поэтому строго Очерченных функций нет Есть то, что сложилось На практике И, опять-таки, скажу В Санкт-Петербурге Риэлторское сообщество И нотариат Мы дружим И мы четко понимаем Границы наших Полномочий Полномочий Да, риэлторы Санкт-Петербурга Четко понимают Что их задача Что? Вот как раз Сэкономить время людям Которые не могут Искать в агрегаторах Найти интересующих Вариант Показать Это Посмотреть Документы Ну, так На первоначальном этапе Хотя бы Ознакомиться С документацией На эту квартиру Насколько я знаю Риэлторы Смотрят еще И, ну, какие-то Такие недостатки Возможно Технического свойства Потому что у нотариуса Таких полномочий нет Ну, кто-то из риэлторов Смотрит Большинство Я знаю Смотрит Договариваются о цене Я так понимаю Что риэлторы Стараются В интересах Своего клиента Понизить цену Уговорить С какой стороны риэлтор Конечно Либо понизить Если я Риэлтор на стороне покупателя Либо повысить Если я продаю И начинаю рассказать Да вы что У меня метро практически Вот в подъезде Да И вы посмотрите Какой зеленый сад И неважно А воздух-то какой Да У меня Одной из приятельниц Они купили квартиру Покупали они ее Летом Значит И одной из Причин Почему они купили Риэлтор их убедил Что вы посмотрите Какой чудный Зеленый парк У вас под окнами А там Ну правда Под окнами Да Ну Они не пошли гулять В этот парк Они не посмотрели Там кладбище Это обнаружилось Только зимой И зимой у них Великолепная Прекрасная картина Кладбища Когда листья С попавшими листьями Замечательная Прекрасная Да Ну Элемент убеждения Элемент того Что Наверное на слово Верить никому не надо У меня был случай В жизни Когда Тоже искали С мужем Квартиру И нам говорят Слушайте Замечательная квартира С видом на летний сад Приезжаем смотреть Фонтанка И нас ведут Во двор И окна Мы заходим Мы заходим во двор Ну замечательно Дом Маленький Такой Заходим в квартиру Мы говорим Подождите А где вид на летний сад И она совершенно Уверенным голосом Говорит Господи Вышли на улицу В летний сад Что Не пройти Где она Не права Совершенно права Совершенно Здесь уже вам решать И была вполне убедительна Вот Поэтому Значит Риэлтор что Вот он занимается Этими вопросами Он экономит время Своего клиента Для того Чтобы свести Продавца покупателя Чтобы продавца Удовлетворила Та сумма Которую покупатель Готов заплатить Покупатели удовлетворили Все характеристики Этой квартиры Нет трещин Каких-то явных Разломов в стене Перед глазами Действительно Парк Не кладбище И так далее И так далее И так далее И задача риэлтора По большому счету Сказать людям Что Да Закон Вам позволяет И в нотариальной форме Сделать И без нотариуса Но я бы вам рекомендовал Сделать в нотариальной форме Потому что Это вас защитит Друг от друга Будем честными Потому что Вы друг друга не знаете Вы друг другу Ну с какой стати Вы будете доверять А нотариус Все проверит Нотариус будет нести Ответственность За законность Вашей сделки Я как риэлтор Не несу ответственность У нас нет закона Обязывающего Конечно А у нотариуса Есть закон И по закону Он несет ответственность Имущественную За законность сделки Ну то есть Риэлтор по сути Доводит людей До дверей Нотариальной конторы Все На этом полномочия Риэлтора Заканчиваются Риэлторы в Санкт-Петербурге Это знают И со спокойной совестью И душой Приводят в нотариальные конторы Зная Что нотариус Защитит И оформит Уже сам договор То есть Юридическую сторону Вопроса Сделает Максимально Правильно Отсюда Проистекает На мой взгляд Важный вопрос Какие есть Инструменты У нотариуса Которые он может Использовать Для проверки Этой сделки Ну вот За что он должен Отвечать Он должен доверять Этим инструментам Как он проверяет Частоту Продаваемой квартиры Или покупаемой квартиры И вообще Как он проверяет Частоту покупателей И продавцов Ну я думаю Что ответ он будет Достаточно большой Поэтому мы сейчас Прервемся Ибо время Этой четверти У нас подходит К концу А этот вопрос Мы Отрисуем уже В следующую часть Нашего разговора Я напомню У нас в студии Гость Мария Терехова Президент Нотариальной палаты Петербурга Сегодня говорим о том В чем отличие Между нотариусом И риэлтором И чем должны Заниматься нотариусы И риэлторы При сделке С недвижимостью Вернемся через пару минут Беседка На радио Комсомольская правда А мы вернулись в студию Радио Комсомольская правда Я Кирилл Манжол У нас в студии Мария Терехова Президент Нотариальной палаты Петербурга Итак Какие есть инструменты У нотариуса Благодаря которым Нотариус уверен Что сделка прозрачная И он за это может Ну как бы Поручиться Ну во первых Мы смотрим документы Была у нас как-то Передача И я рассказывала Что мошенники Очень конечно Любят рынок недвижимости Большие суммы Большие суммы Конечно Подделывают документы Правоустанавливающие То есть документы продавца И нотариус Очень внимательно Обладая специальными В том числе Техническими средствами Смотрит на эти документы И выявляет Очень часто выявляет Поддельные Правоустанавливающие документы Тогда конечно Сразу обращение идет Правоохранительные органы Ну и так далее И так далее Можно здесь и маленькое уточнение А разве они сейчас Не все электронные И Это выписка Это правоподтверждающие Сейчас Вы абсолютно правы Единственным подтверждением Наличия права На недвижимость Является запись В едином государственном Реестре недвижимости Которая ведется В электронной форме И как тут его подделаешь Так самое Это самая выписка А я говорю Про правоустанавливающий документ Который на руках У человека И там Я не хочу открывать все нюансы Хорошо Потому что нас могут слушать Не только приличные люди Но и мошенники Вот Поэтому нотариус Наперво смотрит документы Работает с документами Если что-то вызвало сомнение Нотариус естественно Будет это перепроверять Запросит Если понадобится Самостоятельно Копия Из того же Росреестра Для того Чтобы убедиться Что ему представлен оригинал Зачастую бывает так Что нотариус на бумаге Видит одно А запрашивая в Росреестре В тексте видит другое Такое бывает Нотариус это смотрит Дальше конечно Нотариус заказывает Выписку ту самую Электронную И смотрит А кто же у нас Собственник Совпадает ли это С проустанавливающим Документом Совпадает Замечательно Дальше нотариус Ознакомливается С паспортами Сторон Продавца и покупателя Потому что Он должен установить Ну такую Гражданскую Гражданскую Ущемляются Безусловно Что вы можете проверить С этой стороны Вы знаете Квартира Нотариус 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 Не в тему Он хочет продавать Он хочет продавать Это за вот эти деньги Личность покупателя Значения не имеет Не важно Вася Петя Для договора Купли-продажи Это не важно Важно Что у меня есть Вот эта квартира И я хочу продать Ее вот за эти деньги И что нет никаких Никаких других обстоятельств Которые меня вынуждают Это сделать За такую сумму Всегда спрашиваем Именно ли за эти деньги Вы хотите продать Нотариус всегда Очень нервно реагирует Когда видит Что например Цена продажи Ну как-то ниже Например Кадастровой А кадастровая В Санкт-Петербурге Кадастровая стоимость Она приближена к рыночной Она высокая Нотариус Это всегда вызывает Вопросики А почему Что-то нечисто Однозначно Ну конечно Нет ли у вас Каких-то обстоятельств Которые вынуждают Вас совершить эту сделку На крайне невыгодные Для вас условия Скажите А чем в этой ситуации Отличается работа Нотариуса От работа юриста Ну в общем По большому счету Это все юридические Моменты и аспекты Ну смотрите Нотариус это юрист То есть Есть специальность Юриспруденция Ее заканчивают Все люди Которые желают Стать юристами Мы заканчиваем вуз Становимся Юристами По диплому Специальность у нас Юриспруденция А потом каждый юрист Выбирает для себя Направление Кто-то становится Следователем Кто-то судьей Кто-то адвокатом Кто-то нотариусом Кто-то прокурором Кто-то юрисконсультом Просто это ваше направление Это да Нотариат Это отдельная профессия Хорошо Вот в случае Когда человек Пришел К нотариусу Когда он может быть уверен Что защищен максимально На сто процентов То есть Какие документы Он должен получить на руки В сделке В сделке В сделке Но если мы говорим Про покупателя Который решил Купить квартиру Он приходит к нотариусу В надежде Что он станет Законным собственником Этого объекта недвижимости Поэтому нотариус Чем может помочь Как я уже сказала Проверяет Всю вот эту массу информации Это я причем Малую толику Такую Понятную и важную Есть еще масса нюансов Значит Покупатель Должен в чем убедиться Что он покупает Квартиру У надлежащего лица Что он собственник Вот нотариус Это проверяет И без обременения Да Покупатель должен быть уверен Что вот у меня деньги же есть Я готов их отдать Но я как-то хочу Их отдать безопасно Для этого есть Депозитный счет нотариуса Вот я хотел спросить Как раз Передача денег Расчеты Расчеты Нотариус Он происходит Под вашим наблюдением Совершенно верно Покупатель размещает деньги На депозитном счете нотариуса Это цифровые деньги Я имею ввиду Неналичные Может с наличными Он приезжает с наличными Отдает А это как по желанию Конечно Как ему удобно Ну как правило Расчеты сейчас безналичными Происходят Суммы больно велики Поэтому зачисляя деньги На депозитный счет нотариуса Нотариус видит На депозитном счете Эти деньги Удостоверяет сделку Проверив все Что должен проверить И заявляет покупателю Что вот по вашей договоренности С продавцом Ваши деньги Я перечислю продавцу Не раньше Чем я увижу Регистрацию права На ваше имя То есть понимаем Защищен продавец Он точно знает Что деньги для него уже лежат И не надо будет потом Бегать по судам И эти деньги Истребовать от покупателя И покупатель Спокоен Он понимает Что деньги Пока не будет Его право зарегистрировано Деньги будут у нотариуса А люди не опасаются Переводить деньги Вот на такие счета Не опасаются Потому что депозитный счет Это публичный депозитный счет Это так же как счет суда Или счет Например Судебного пристава исполнителя В чем Особенность этого счета Если не дай бог Что-то происходит с банком Отзыв лицензии Например В отличие например От аккредитивного счета Который тоже очень хорош Но есть разница Так вот Депозитный счет Суда Пристава Или нотариуса Не попадают эти деньги В конкурсную массу банка Они как бы выводятся Из этого всего И людям не надо будет Потом годами судиться Для того Чтобы эти деньги свои получить Совершенно верно А вот под конец Наверное Нашего разговора Время К сожалению Вышло уже почти А ведь есть еще Цифровые так называемые Сделки Дистанционные С недвижимостью Там нотариус нужен Да Нотариусу также совершают Дистанционные сделки По разным регионам Очень актуально это Очень востребовано В Санкт-Петербурге Очень много таких сделок В любом случае Можно заключить Что если вы покупаете Или продаете квартиру И учитывая стоимость Недвижимости сейчас Да и вообще в принципе Стоимость недвижимости Везде велика Конечно же нужно Себя со всех сторон Обезопасить И самая реальная Возможность Обезопасить себя От всевозможных Неприятностей Это обращаться К нотариусу К помощи Нотариальных палат И представителей Для того чтобы Совершить эти сделки Спасибо большое У нас сегодня в студии Была президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Терехова Спасибо и до новых встреч Спасибо Кирилл Беседка На радио Комсомольская правда Редактор субтитров А.Семкин